Каждый день мы ходим в магазин и пользуемся разнообразными услугами. Но часто не знаем, какие права у нас есть, как у потребителей. Это особенно важно в тех случаях, когда необходимо взять кредит или, к примеру, оформить страховку. Почему нужно быть особенно внимательными при заключении договоров об оказании финансовых услуг и где получить информацию, если возникают спорные ситуации? Поговорим с Ольгой Алексеевой, заместителем начальника отдела защиты прав потребителей и управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Мы знаем, что Роспотребнадзор защищает права потребителя. Что касается сферы финансовых услуг, защищаете ли вы здесь права? Да, конечно, но с учетом специфики действующего законодательства и полномочий, которыми наделены органы Роспотребнадзора. В качестве примера я могу привести следующее, что статьей 32 закона о защите прав потребителей установлено право потребителя на отказ от оказания услуги в любое время при условии возмещения исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению договора. Однако при услугах страхования, если потребитель захочет отказаться от страхования, он может это сделать только в период охлаждения, 14-дневный срок. По истечении этого срока страховая компания, если это не установлено договором, может отказать потребителю в возврате денежных средств. И это будет законно. Спецификой финансовых услуг является то, что вся эта информация, она находится в форме, доступной для потребителя. Вся информация в обязательном порядке размещается в сети интернет. Кроме того, в местах заключения договоров эта информация также предоставляется в наглядной и доступной для потребителя форме. Но зачастую наличие этой информации не прочитывается потребителями, и они принимают решение о заключении договоров, основываясь на консультации банковского специалиста или же страхового агента, который, естественно, осуществляет свою деятельность в целях заключения как можно большего количества договоров. С какими вопросами к вам чаще всего обращаются? К нам обращаются с самыми разнообразными вопросами. Но по-прежнему актуальным являются вопросы навязывания дополнительных услуг. Это, к сожалению, у нас уже на протяжении многих-многих лет. И несмотря на то, что предпринимаются попытки законодателя отрегулировать эту сферу, тем не менее эти проблемы все равно остаются. И опять-таки проблема не в том, что финансовая организация не доводит необходимую информацию, а проблема в том, что потребитель не прочитывает те документы, которые он подписывает. А если и прочитывается, то, возможно, просто не осознается. То есть люди в силу своей низкой финансовой грамотности не могут уяснить правовой смысл того, что написано в договоре. Конечно же, возникают споры при отказах в страховых выплатах либо несогласии с размером страховых выплат. Напоминаем, что законодательством предусмотрен обязательно претензионный порядок рассмотрения спора. То есть потребитель сначала должен предъявить претензию страховщику. Если результат рассмотрения этой претензии его не устроил, то по спорам, где выплаты достигают до 500 тысяч рублей, потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному. Финансовый уполномоченный только после прохождения процедуры у финансового уполномоченного потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Где можно получить консультацию? Куда обратиться? В управлении возобновлен прием граждан в общественной приемной, где ежедневно проводятся консультации специалиста. Кроме того, у нас есть еще обеспечивающее учреждение. Это ФБУ – Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области. В городе Белгороде существует консультационный центр по защите прав потребителей, а в городах области, в Алектиевке, Валуйках, Старомосколе, Губкине, Новомосколе, Шибекино и Строители, есть консультативные пункты, где работают специалисты по защите прав потребителя. И туда можно прийти, взяв документы, и разобраться со специалистом в хитросплетениях заключенных вами договоров. Специалисты проведут правовой анализ и подскажут, как оптимально и возможно ли защитить нарушенные права потребителей, если это нарушение выявляется. То есть вопросы по финансовым услугам, по каким-то заключенным, их нельзя решить по телефону, это обязательно должна быть личная консультация со специалистом. Но если вы хотите, чтобы это была полноценная консультация, то, конечно, только при предоставлении полного пакета документов. Все адреса, где располагаются такие центры, есть у вас на сайте? Да. Что касается судебной защиты, если уже до этого дошло дело, оказываете ли вы помощь в этом? Да. И помощь в судебной защите мы тоже оказываем. Значит, у нас есть функция – это дача заключения по делу в целях защиты прав потребителей. Если потребитель при написании искового заявления указывает нас как государственный орган для дачи заключения и присылает нам исковое заявление и материалы иска, то, соответственно, наши специалисты будут сопровождать его в суде на протяжении всего процесса до внесения решения судом первой инстанции. Ну, вообще, насколько большое количество обращающихся к вам, если какая-то статистика, и за последнее время увеличилось количество обращений? Количество обращений по финансовым услугам у нас несколько снизилось, но снизилось оно не потому, что у людей уменьшилось количество проблем, а потому что в настоящее время большие усилия предпринимаются Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов. В интернет-приемную Центрального банка поступает большое количество обращений, то есть это тот специализированный орган, в котором люди получают консультации именно по применению специального законодательства, о котором я говорила ранее. То есть по финансовым каким-то услугам можно еще и туда обратиться? Да, да, соответственно, и у нас налажено взаимодействие, те обращения, которые касаются нашей компетенции, пересылаются к нам по подведомственности, и мы рассматриваем, то есть человек получает консультацию и специалистов Центробанка, и нашу. Ольга Александровна, спасибо большое за полезный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok